Ленин сделал революцию, чтобы отомстить царю за казнь своего старшего брата, существует давно и даже успела стать сюжетом анекдота. Между тем, споры о том, соответствует ли она действительности или нет, существует до сих пор. Дворянство не гарантия лояльности, как Ульяновы дошли до жизни такой. Ведь это была благополучная дворянская семья. Сам Илья Ульянов, родом из мещан города Астрахани, с отличием окончил физико-математический факультет Казанского университета, где когда-то работал сам Николай Лобачевский, после чего преподавал в престижных для провинции учебных заведениях. Женился на дочери врача, дослужившегося до звания, дававшего право на потомственное дворянство, и до должности сенатора. Аскорий сам был назначен на важную должность по Министерству народного просвещения, сделал успешную карьеру. В 1877 году, когда его старшему сыну Саше было 11 лет, а Володе 7, Илья Ульянов за верную службу царю и отечеству получил гражданский чин действительного статского советника штатского генерала, как его еще называли. Теперь к отцу Ленина обращались не иначе, как «Ваше превосходительство». Чин давал потомственное дворянство. Впрочем, даже и прирожденное дворянство, а не только полученное по службе, еще не делало из людей верных слуг престола. Характерный пример в это же время представила собой Софья Перовская, член исполнительного комитета партии «Народная воля», организатор убийства Александра II в 1881 году. Она происходила из потомков внебрачных детей графа Алексея Разумовского, получивших дворянское достоинство под вымышленной фамилией Перовских. Отец Софьи, Лев Николаевич Перовский, был очень важным сановником. После занятия ряда губернаторских должностей в провинции, он в 1865 году был назначен губернатором Санкт-Петербурга. И год спустя случилась неприятность, недоучившийся студент Дмитрий Каракозов, тоже, кстати, дворянин, стрелял в царя. Перовский был ответственен за безопасность царя в столице и был снят с поста. Но продолжал входить в состав Совета министра внутренних дел и получать солидные жалования. На этой должности он пережил семейную трагедию – казнь своей младшей дочери за цареубийство. Но никто его за дочь не порицал, и на пенсию его не выгоняли до самой смерти в 1890 году. Так что Крамола и революция гнездились в самых, казалось бы, благополучных и обласканных самодержавием семьях. Казнь Александра Ульянова Александр Ульянов мог, по-видимому, стать неплохим ученым-биологом. Он подавал такие надежды в Петербургском университете. Успел даже получить золотую медаль за свои научные исследования. Не очень понятно, что подвигло его на участие в террористической деятельности. Возможно, на него повлияла ранее, в 1954 году, смерть отца. Причем он мог считать, что заслуги Ильи Ульянова не были достаточно оценены царским правительством, и теперь его семья осталась без достаточных средств к существованию, хотя это было не так. Но, скорее всего, Александр Ульянов, как многие, был заражен общим бунтарским духом тогдашней столичной учащейся молодежи. Про деятельность студентов, пытавшихся воссоздать народную волю под названием ее террористической фракции «Известия противоречивы». Обычно ее руководителем, наряду с Петром Шевыревым, называют и Александра Ульянова. Не исключено, однако, что его роль в организации, как брата самого Ленина, намеренно преувеличена советскими историками. Ульянов со товарищи намеревались взорвать царя Александра III в годовщину убийства его отца 1, 13 марта 1887 года. Но замысел был раскрыт полицией, заговорщики арестованы и предстали перед судом, который приговорил всех 15 обвиняемых к смертной казни через повешение. Александр III счел возможным заменить для десяти из них смертную казнь разными сроками каторжных работ. Александр Ульянов в их число не попал, несмотря на свое прошение о помиловании, написанное им после слезной мольбы матери. «Мы пойдем другим путем», — советским школьникам была по учебникам хорошо знакома эта картина. На ней юный гимназист Володя Ульянов стоит рядом с мамой, оплакивающей старшего сына Сашу, и смотрит вдаль, как будто прозревая грядущая. До этого момента Володя не интересовался революционными и социалистическими учениями. Он заботился тогда только о том, чтобы успешно закончить гимназию, что ему и удалось. Выпускные экзамены совпали как раз с процессом и казнью неудавшихся народовальцев. Можно только догадываться о переживаниях Владимира в это время и удивляться, как они не помешали ему блестяще сдать экзамены. Сам он об этом никогда впоследствии на людях не вспоминал. Начальство не создавало препятствий брату-террориста, не в обучае Российской империи было преследовать родственников врагов режима. К тому же директором гимназии был либеральный Фёдор Керенский, отец другого знаменитого в будущем революционера. Владимир Ульянов окончил гимназию, как известно, с золотой медалью, что давало право на поступление в любой университет. «Мы обладаем достоверной информацией», — пишет английский историк Адам Улам, — что лишь начиная с 1887 года Владимир приступил к изучению радикальной литературы, причем отдался этому занятию с той же страстью, с какой до этого изучал историю и языки. Несомненно, казнь брата глубоко повлияла на Владимира Ульянова. И весьма возможно, что, не будь её, он и не пошёл бы в революцию. Он всегда пытался понять, что заставило Александра стать революционером. Приехав позднее в Петербург, он живо интересовался у общих знакомых обстоятельствами жизни брата, причем исключительно его научной деятельностью, а не революционной. Террор как метод борьбы с властью Владимир сразу щёл роковой ошибкой брата. Несомненно, и участие в студенческих беспорядках осенью 1887 года, в результате которых Владимир Ульянов был исключён ещё с первого курса Казанского университета, было навеяно тяжкими впечатлениями от гибели Александра. После этого Владимир несколько лет находился в состоянии тяжкой депрессии. Только по прошению матери, поданному в 1890 году в Министерство народного просвещения, Ульянову разрешили сдать экстерном университетские экзамены. Семейная ответственность врагов режима как урок, несмотря на явно глубокий след переживаний за брата, нет достаточных оснований говорить, что Владимир Ульянов взялся делать революцию по мотивам личной, кровной мести. Хотя какую-то роль эти мотивы могли сыграть позднее, после прихода к власти, при одобрении убийства всех членов царской династии. Однако важный вывод из того, что за Ульяновыми, несмотря на преступления члена семьи, были оставлены все права и преимущества, вытыкавшие из социального статуса отца семейства, Владимир сделал. Никогда нельзя предоставлять ближайшим родственникам казненных врагов режима шансов на политическую деятельность и на достижение высокого социального статуса. Поэтому созданный Лениным советский режим установил систему репрессий и поражения в правах родственников государственных преступников. Продолжение следует...